Пицел поставил, кто выйдет, ёбану, первый выходит, ёбану, второй выходит, ну, третий выходит, я начинаю спрей, он убегает, я не на скамейку просился, да, я просился как свободный агент, сегодня мы совсем, ну, чувствую, бэдбой, бэдбой, я был мини-зевс, короче, вы понимали полностью, что я, скорее всего, уйду, незаменимых не бывает, мыл полы и туалеты, ты гордишься этим? Я везунчик, расскажи эту историю, ты набухался уже, давай, ну, уже ладно, уже, вообще нет, вот именно что нет, надо быть простым, профессионалом, там, я не ввп-мейджера, вообще, типа, да, и вы такие, типа, всегда с давлением переглядывались, из-за чего у меня рука сильная, эх, заслали, старался, у тебя копируется, самый лучший, а скажи, что я тебе сказал, просто, я сейчас, то есть, обид не было никаких у меня, а если плохое писали, ты чё, пососал бы, получается, мы сейчас возьмем себе пятого, возьмем нового тренера и будем просто опять всех, ого, здесь будет, ничего себе, Ребята, всем привет, у нас сегодня отличное, крутое интервью, мы берем его у Хоббита, у того самого Абая, поговорим сегодня о много крутых темах, ребят, это будет пушка, потому что мы подготовили реально интересные вопросы, давайте, погнали! И остается буквально несколько секунд, ситуация один в один, надо что-то делать, хорошо, отлично, блоки, димейдер! Паримач, играют они, побеждаешь ты! Привет, Абай, мы пишем с тобой интервью, причем я писал предыдущее интервью с Ламочем, это было с Ламоботом в час ночи, сейчас мы с тобой пишем в 10 утра, спасибо тебе большое, что ты нашел время, да, кидай это из стороны в сторону, Абай, ну расскажи вообще, где ты сейчас живешь, да, как пандемия повлияла на твою жизнь и вообще коснулась ли она тебя и какие-то планы, может быть, изменила твоя жизнь? Здорово, братан, я реально соскучился, реально, живу сейчас в Питере, в России, ну все хорошо, отлично, дочь растет, по поводу пандемии, если честно, ну немного подкосило в том плане, то что там у нас был минор, ну РМР турнир, а я был в Казахстане, представляю, сейчас пингом играл, и в принципе я в Казахстане на полгода застрял, я туда планировал поехать на 3-4 дня и вот на третий день перелеты все закрыли, я застрял там на полгода, у меня там вещей было помимо, вот только в этом плане меня задело, а так, родственники, слава богу, все здоровые, близкие, здоровые, все нормально. Тебя с Казахстана не выпускали из-за пандемии, да, то есть вообще нельзя было, там вообще без шансов, там никак, короче, перелеты все отменили, и даже нельзя наземно перейти границу. То есть вообще жесть, то есть у тебя были планы туда съездить ненадолго и вернуться обратно и тренироваться, да? Да, да, да. Это жесть, а какой пинг у тебя, ну ты это время тренировался, да, играл на СНГ, на Европу? Пару турниров на Европе, где-то пинг 100, короче, средний, а на Россию, РМР, который проходил, был 60-70, где-то так. Со стопингом вообще можно играть, я просто не знаю, не повезло. Ну, конечно, можно, но кайф от этого не ловишь вообще, братан. Ты живешь в Питере, живешь там с женой и с дочкой. Да. Из чего вообще твоя жизнь сегодня состоит, да, и сколько ты тренируешься, и как ты разделяешь вот эту жизнь, да, то есть семейную с дочкой, да, и с тренировками, вот с чем ты сейчас занимаешься. Тренируюсь я по 10 часов, скажем, там с 12 до 10 ежедневно. Между ними там час перерыв, это час стараюсь уделить семье в том плане, чтобы вместе покушать, вместе провести время. И все, и насчет семьи, вот, короче, у меня только в жизни сейчас семья и киберспорт, все. Я стою с утра пораньше, стараюсь там 10, чтобы прогуляться с дочкой, чтобы хотя бы немножко солнышко там получило она. Потому что там немного тяжело у нас прогуляться, надо коляску физически самому спускать с четвертого этажа, в лифт не помещается коляска. И, ну, жена у меня, конечно же, тяжеловата ей будет, в общем. И я встаю, мы гуляем, после этого все, тренируюсь, час перерыв, вечер, иду вместе с семьей укладываю дочу, потом прихожу опять за компьютер там к 11-12 и там стараюсь поиграть в FPL или там какие-то штучки повыполнять в Counter-Strike, в общем, да. Киберотец, да, то есть полноценный. Но при этом у тебя есть компьютерный клуб. Да. Как ты управляешь им или что, вот расскажи, как это вообще происходит, планируешь ли ты расширяться? Угу. Вообще, теоретически, то есть, если прикинь, ты сейчас там, ба-бах, вы выигрываете там мейджор или какой-то чемпионат, и тебе вот насыпают денег, ну, короче, тебе насыпают денег, да, вот условно. И, эээ, куда ты их бы потратил, да, то есть, есть ли у тебя мысли о том, чтобы ты бы расширялся? Или при теме приходит какой-то инвестор и говорит, там, чувак, вот у тебя вот компьютерный клуб, ну, просто огонь, мы хотим его расширять. Расскажи об этом и какой доход вообще у тебя идет, эээ… С компьютерным клубом, да? Да, 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 да. Ну, первый момент насчет компьютерного клуба, эээ, когда я занимался компьютерным клубом, он меня отвлекал. Когда я, там, уделял время, там, постоянно переживал, там, алё, а сколько сегодня выручка? Рабочим есть, там, то это есть, эээ, как компьютер, и не лагает, то, ну, в общем, отвлекал меня, пожалуйста. Сколько компьютерный клуб времени существует? Во времени, когда ты его открыл? Ну, в июле открылся, в прошлом году. В этом, а, в прошлом году, то есть, ага, ага. Полтора года, да, прошло, ну, грубо говоря, короче, полтора года. Больше два уже, ну, да, полтора-полтора года. Да, и честно отвлекал, братан, честно, я прям… У меня был партнер еще с Кэмми открывал, партнер тоже очень сильно жаловался, вот Абай мы с собой открыли. Ну, я его предупреждал, то, что я не буду заниматься компьютерным клубом, мне не до него, я типа даю деньги и все. Я даю деньги, имя и все. Но тоже партнер решил уйти, свой компьютерным клуб открыть. Ой, трудностей было много, если честно, да. В конечном счете, на сегодняшний день я имею то, что моя семья, мои родители, мой брат занимаются компьютерным клубом полностью. Я вообще туда не суюсь, только если там какие-то поломки, я стараюсь вам заказать вот оборудование. Ну, где достать экстрифай, например, а у нас там все экстрифай. Конечно же, только через меня, потому что в Казахстане тяжело получить этот продукт. Вот, только такими делами занимаюсь и все. По поводу второго компьютерного клуба, ну, блин, я бы столько денег уже не вливал бы, наверное, в компьютерный клуб. Ушло очень много денег. Сколько ты потратил? На тот момент сто тысяч долларов. А сколько получается компьютеров у вас в клубе? Двадцать. А почему так много? Вы помещение покупали или в аренду брали? У нас в аренду помещение, но ремонт косметический, компы очень мощные. Там у нас двадцать семь дюймов, двести сорок герц отзывы. Это сколько один компьютер вышел, получается? Именно процессор где-то сто тысяч рублей. Не, сам компьютер, если в совокупности это считал? Все, все вместе. Стул, стол и монитор и так далее. Все вышло, ну, грубо, на тот момент курс. Рабочее место, типа получается? Двадцать тысячи восемьсот долларов. Ну, две тысячи семьсот, может быть. Ну, не три точно, там две тысячи семьсот, скажем. Ага. То есть вы потратили, получается, на компьютеры около полтинника, да? Да. Остальные полтинник, твой партнер тоже давал деньги или нет? Да, тоже давал деньги. Ага, то есть вы потратили пятьдесят тысяч на компьютеры и остальные деньги потратили на ремонт просто? Да, да, да. Но у вас есть там бар, там может еще что-то там? Да, есть. Кухня. Колен, зона. Мы там очень мучились с вытяжкой. Мы там дополнительную вытяжку проводили, очень мощную, чтобы нормально все было. Сколько квадратов получается? Двести. Ага, двести. Ну, для двадцати квадратов и компьютеров вполне. Сегодня это прибыльный вообще бизнес? Сколько он тебе приносит в месяц? В связи с пандемией, нет, это неприбыльный бизнес. Но если бы не было пандемии, то очень даже прибыльный бизнес. То есть вы работаете сейчас в минус из-за пандемии? Сейчас нам запрещено работать в Казахстане. А, вообще не работаете? Вообще не работаете, да? Ну, у нас тут тоже, конечно, свои расклады. У нас то работают, то не работают, все закрывают, перекрывают. Пандемия портит карты всем, скажем так. Если у тебя какие-то проекты, глупо спрашиваю, то есть у тебя больше ничего нет. У тебя сейчас есть только игра, да? И семья получается, по сути. Да, но мне не до этого. У меня вот единственный брат хочет заниматься, с моим позволением, он будет заниматься, конечно, франшизой. А интерес есть к вам? Франшизу уже спрашивали, чтобы открыть еще? Был интерес, да, был. Но, к сожалению, вот опять же пандемия немного нарушила некоторые сделки и планы. Понятно. Давай поговорим немножко о твоем детстве вообще. Где ты родился, в какой семье и какое было твое детство? Ну, блин, честно, детство крутое было. Я родился в городе Экибосус. У меня, опять же, там очень много фанатов, есть людей, много, кто играет в Counter-Strike. Вот болеют за меня, привет передаю. Очень крутое детство, я насыщенное, я не был таким, как сейчас. Просто там, скажем, сейчас я человек просто, который разговаривает, улыбается там. Раньше нет, я был очень агрессивным, очень движником. Серьезно? Да. Ничего себе. Я думал, что ты знаешь эту историю, там, на свадьбе. Нет, нет, нет. А, они там видео показывали, там, на свадьбе. Мой друг мой, самый близкий, рассказывал, там, мое детство. Я очень любил, ну, действительно, по мне сейчас не скажешь, но очень любил подраться. Очень любил, в общем, заниматься плохими вещами. Там, покурить, там, несовершеннолетний курил, бухал, гулял. Вечно кого-то обижал, у кого-то что-то отбирал. Почему я играл с тобой год в команде и не знал эту информацию? Я, может быть, поскоро мне еще чуть-чуть это довелся. Честно, я не горжусь этим. Потому что, все-таки, кого-то я травмировал в том плане психологически. В любом случае, там, человек сидит и вспоминает, как, ну, там, что-то происходит. Даже я вспоминаю, и мне очень плохо на душе, как я там кого-то обижал за что или еще что-то подобное. Вот. Потом это длилось, там, до восьмого класса, что ли. После этого я переехал в столицу Казахстана, Астану, и начал заниматься, вот, как раз-таки, компьютерными играми, киберспортом. У меня там было мало друзей, я там как-то не... Это во сколько лет? Это во сколько лет у тебя это появилось? Я не помню, сколько мне это было лет. Восьмой класс это, ну, блин, даже примерно, может, 16. Не, ну, восьмой, ты, думаю, помладше, это 12-13, там, где-то, наверное. Да? Да, да, да. Где-то, ну, типа, есть, есть уже такое видео, по-моему, я где-то видел, когда ты сидишь еще малой и уже там что-то играешь. Это 10 лет. 10 лет. Вот, 10 лет. То есть, это примерно в этом возрасте ты первый раз начал играть? Ну, то есть, вообще-то... Нет, я начал играть 9 лет. Я помню хорошо, что в 9 лет ты уже на турниры городские, мы там 3-4 места занимали, а команд было много. Почему-то 30 команд в таком маленьком городке у нас было. Кем ты вообще хотел стать в детстве, вот, до киберспорта, до начала игры? Футболистом. Футболистом? Да. У тебя были, ты тренировался? Да, да. У меня очень часто менялись мои планы, и я всегда менял свое мнение насчет моего будущего. Я занимался футболом. Позавнялся футболом, такой, ну, блин, что-то сложно идет. Сколько времени? Я много не занимался, там, где-то 2 месяца позанимался. В общем, уличный футбол – это одно. А когда ты идешь уже на секцию, уже заниматься профессионально, скажем, ну, к этому пути, когда идешь, там уже конкуренция большая, тяжело. На тот момент я думал, что мне просто как-то надо привыкнуть, не везет, но и чувствовал, ну, сейчас я понимаю, что просто было очень тяжело, потому что конкуренция большая. Далее я пошел на борьбу вольную. Думал, буду этим делом заниматься такой. Некоторое время спустя меня, если честно, сильно оттолкнуло то, что все, кто занимается вольной борьбой, у всех поломаны уши, я не хотел себе уши ломать. Именно по этой причине. Отвечаю, без шуток. Я такой, не-не-не-не, точно, все-все, не хочу. А у меня дядя, он занимался очень упорно этим, у него постоянно ухо гноится, ну, тоже занимался вольной борьбой. И у него ухо сильно гноилось всю жизнь, в общем. Я такой, не-не-не, не хочу, я такое себе будущее. Тоже уходил потом, я не знаю, как... Футболистов ноги там переломаны тоже, как бы, у многих. Ну, я как-то об этом не задумывался. Больше вот все-то обуша переживал. Ну, ты ж хоббит, как бы, да? Уж надо беречь. Я тебе больше скажу, до седьмого класса я был всегда самый высокий в классе. Я себя ощущал дылды. А сейчас какой у тебя рост? Сейчас сто семьдесят два, сто семьдесят три примерно. То есть ты после-то потом так не так быстро начал, да? Я вообще не рост того момента, грубо говоря. Я не знаю, я вот помню, седьмой класс, я самый высокий, вечно я дылда. Я чувствовал себя реально каким-то другим. Знаешь, так и самый высокий, какой-то неуклюжий, что ли. Хотя нет, я был подвижный. И я помню, молил Бога, пожалуйста, я не хочу быть дылдой. С того момента. Ну вот, видишь, не стал судя. Такого у тебя. Скажи, пожалуйста, ты помнишь момент, когда ты понял, что ты хочешь строить свою жизнь, связанную с Counter-Strike, с турниром? Я не знаю. И чем тебя именно Counter-Strike привлек? Играл ли это в другие игры какие-то? Эту историю мало кто знает. В общем, я когда в детстве играл, нет, я не думал о будущем. Я просто играл ради удовольствия, ради каких-то двух тысяч рублей за первое место в городе у себя. И все. Далее я поехал по Work and Travel в Америку. Второй раз. А нет, это был первый раз. Я помню хорошо, я очень хорошо помню этот момент. Я тогда работал, мыл полы и туалеты. Где? В Америке в отеле. Ты гордишься этим? Ну точно не стесняюсь, потому что в таком возрасте я зарабатывал деньги. Мне было 18 лет и я зарабатывал. Ты горд знаешь, что я прошел через туалеты и полы. То есть я воспитывался на таких вот… Я помню, я мою туалеты и естественно на работе нельзя сидеть. Но я всегда сидел в туалете, на унитазе, чтобы отдохнуть просто. Там нельзя просто, в Америке все очень строго. Если ты работаешь, тебе по часовой платят деньги. Это поскольку ты работал там? Поскольку. Чтобы больше заработать, я работал минимум 10 часов. То есть дают вообще 8 часов. Я всегда просил овертайм, я всегда искал вторую работу. Потому что в тот момент у нашей семьи немного кризис был. В том плане, что кризисный момент наступил вообще в стране. И вот все говорят же, кризис-кризис. На самом деле кризис нас коснулся. Потому что у меня родители бизнесмены. И из-за этого нам пришлось магазин продать. У нас родители супермаркет свой имели, салон красоты. Там что-нибудь, много чего имели. Но самый главный источник дохода, супермаркет, грубо говоря, мы продали. Вот. И немного у нас кредиты были. И я поехал в Америку с целью точно заработать в первую очередь. Я очень много работал. Сколько это времени там было? Три месяца. И привез кэш оттуда? Да, привез. Сколько это было? Я отправил кэш тогда. Отправил онлайн переводом 3000 долларов. За три месяца ты заработал? Нет-нет-нет. Я отправил это в третий месяц. Короче, сама программа, чтобы полететь в Америку и так далее, обходится где-то 1800-2000 долларов. И я просто уже под конец лета уже понимал, что у меня есть деньги. Я сразу, как заработал деньги 3000, отправил, чтобы родительские деньги оправдали то, что они в меня влили. Это сколько лет тебе было? 18. Угу. Ну, это круто. Это сильно, конечно. Да. Ну, да. Потом купил айфоны, купил естественно себе вещи. Ну, все-таки охота. Ну, ты всего три месяца там побыл и улетел обратно, да, получается? Ну, еще месяц попутешествовал. Угу. То есть ты, получается, за это время заработал деньги и родителям, и еще себе, получается, тебе хватило? Да, да, да. Слушай, ну, в Америке выгодно? В общей схожести. Я заработал, я посчитал, помню. Я считал каждый цен свой, я заработал 8300 долларов за все лето. Ничего себе, ты помнишь, четко вообще сумму, да? Да, потому что это очень важно для меня было. Ну, ты впахивал, да, то есть каждый день, вот и… Да. У меня там водитель был, он таракан меня называл, потому что я очень был маленький такой, худой и выносливый. Постоянно пахал-пахал. Ну, у меня друзья тоже все работали. Все хотели заработать денег, чтобы отправить там, привезти и купить себе айфоны там и так далее. Вот. Это в каком городе? Это где ты был? В каком городе? В штате, штате, штате. В Флорида. В Кивес. Ты там отдыхал, в общем, на круизе был? На лайнере. И ты мимо этого города проезжал, я тебе в сторис еще писал, блин, бро, это мой город, я там пахал. Ничего себе. Да. Я не знал, я как-то не обратил туда внимания. Ну, это, конечно, вообще поступок и вообще поведение уважения заслуживает большое. Ты красавчик. Я не знал этих историй, сейчас пообщаемся, узнаем много нового. Вот, бро, извините, что перебил. Я просто не даже сказал то, что я помню хорошо, что я в телефоне копался, в туалете, в общем, и видел, что Симпл перешел в команду Ликвид. И вот тогда я себе цель поставил, я приеду и буду ебать. Купил себе клавиатуру, отложил деньги, в Америке купил себе всю периферию, мышку, клавиатуру. Ну, видеокарт, конечно, такой не брал, но именно в плане девайсов. Я уже с целью в Казахстан, я сильно скучал по дому, я уже устал от этой жизни на тот момент. Я думаю, приеду, буду точно так же, как он, буду ебать и чтоб меня тоже забрали, как его там в американскую команду. И с такой целью я вернулся и начал играть. Ты помнишь, если чуть-чуть назад уйти, да, то есть до этого момента, какие были вообще первые компьютерные клубы у тебя? И как они выглядели, что это было такое, когда ты вот даже там, если, скажем так, создавал там свой компьютерный клуб, ты как-то, у тебя были какие-то воспоминания с теми, вот что-то, какая-то ассоциация и что-то вот понимать, ты понимал, думал, как ты правильно выстроишь вот, чтобы у меня вот был такой компьютерный клуб, а я построил вот такой. То есть какие были и как ты вот, когда ты делал свой, вспоминал, летит где? Я вспоминаю старые компьютерные клубы, ну, в детстве, которые только, ну, самый негативный момент бросается в глаза, то, что там было очень грязно всегда и очень много людей закидывали на сваи, плевались на сваи по всем сторонам. И самый главный фокус у меня был на чистоту, чтобы у меня компьютерный клуб был чистый, никакого на сваи там по бокам не валялось, вот. Это просто такое почему-то воспоминание. И те компьютерные клубы, ну, понятно, там были компьютеры, там большие, там, квадраты, да, и везде были перегородки почему-то, они везде ставили перегородки деревянные такие. Я, конечно, понимаю, чтобы не подглядывали, но это очень сильно мешало, потому что ты хочешь развернуться мышкой, и ты вечно ударяешься в эту штучку, вот. Я тоже такой, самое главное, чтобы таких моментов у меня не было. Столы были широкие, чтобы человек мог хоть сколько разворачиваться, поворачиваться, хоть встать, подвинуться, вот поэтому как раз 200 квадратов на 20 компьютеров. Там много очень пространств на одного человека. Получается, ты хотел вот это вот, то, что тебе тогда вот это вот заполнилось, грязь, перегородки, все это нахрен, да, то есть. Ага. И ты это все убрал и сделал клуб, который крутой сейчас. Да, да, да. Ну, типа в стиле Counter-Strike обязательно, обязательно все должно быть посвящено нашей победе. Так как компьютерный клуб, мейджер называется, это все. Там есть картина огромная, я не знаю сколько квадратов, я уже забыл. Очень круто. Там ты с кубком стоишь, в общем, посередине, да. Да. Все это есть. Мне приятно, отлично, очень супер. Скажи, вот тебе 18 лет, да? У тебя в биографии написано, что первая твоя команда это Party и Tengri. Party и Tengri, да. Когда тебе 18 лет, ты принимаешь решение, ты покупаешь себе там клавиатуру, все покупаешь, ты приезжаешь. Следующий, что происходит дальше? Как дальше складывается твоя жизнь? Как ты так совпало? Я приехал с Америки и меня сразу же зовут команду, которая прошла отборы на какой-то турнир в Москву. Это мой первый турнир. Ты, естественно, не играл в Америке. Нет, вообще. У меня форма никакая. Все просто понимали, что есть такой сильный игрок в регионе. То есть есть у нас Алмата, который рулит всем и вся киберспортивная база у нас в Алмате. Есть остальные города. И все знали, что есть где-то там хоббит. Вот если они в Алмате не могут игрока найти, есть всегда там хоббит какой-то с других. Ну не с Алматы, в общем, как запасной вариант. И ко мне обратились и я такой, о, поехали. И все. Вот как-то так и произошло. Просто халява. Я приехал. С кем ты начал играть? Да, то есть расскажи. Был Фантастика Мага. Очень крутой чувак. Он на тот момент был капитаном. Был страйкер. Тот сам страйкер, который был тренером в фарзах. Я думаю, надеюсь, ты его знаешь. Был Лекс. Злекс. Тот самый знаменитый Злекс. Ну я слышал, что слышал, да. Ну не тот Лекс, естественно. Другой знаменитый. И пятый всегда менялся, если честно. Вообще я, наверное, вписал бы Кино. Ну как, чаще. Это микс просто у вас был. Это просто микс. Но мы всегда играли вместе. Мы не тренировались. Мы просто играли вместе. Типа. Фейс. Фейс. И ты там постоянно. Гоу. И все. Не заморачивались. Когда появились вот пати? Вот тогда и появились. Я приехал. И меня позвали. Вот команда пати. Вот в этот состав. То есть. То, что я тебе назвал. Там зарплата естественно. Ничего не было вообще. Просто название было и все. Потом. За какой год получается был? Блин. Там сколько? Тебе если 18 лет, тебе сейчас сколько? 27? 15, да, наверное? 15. У тебя сейчас сколько? Мне сейчас 26. 26. 18. Это плюс-минус там получается 8. Ну что, 15? 12, 13. Офигеть. Наверное так. Ну тогда CSGO точно. Время летит быстро, братик. Время летит быстро. Я вообще в шоке. Я сам не понял. У меня уже 26. У меня семья. Это был CSGO. CSGO. Точно CSGO. А, ну это конец 13-го, начало 14-го. Вот. Что-то такое, да. И вы просто играли какое-то время. Потом у тебя появились Энгрид. Энгрид, насколько я знаю, тоже команда более профессиональная, где у тебя уже были условия, была зарплата. Правильно? Вот расскажи про, как вообще начала твоя карьера вот в Энгриде и как ты туда попал. Попал туда в следующем. Был в Алма-Ате чемпионат, но он про назывался. Там в команде должно быть два про и три нон про. То есть мы вот как раз командой пати не могли вместе играть. Мы разделились. И мы приехали тогда и второе место заняли. Я такой стою на улице. Я знаю, что Дамир это сын арбалета. Мы все знаем, кто он такой. И мы с ним стоим на улице. Он такой ко мне подходит. Абай. Я такой, да. Типа я вот наслышим, все дела. Хочешь, говорит, на будке? Я собираю команду. Я хочу, чтобы ты полетел туда. Я такой, конечно, хочу. Ну это, знаешь, такой переломный момент в моей жизни. Я много раз слышал слов и они не подтверждались. В этот раз я понимал, что он за свои слова точно ответит. И все, у меня тогда загорелось все. И вот просто вот одно слово. Он сказал go. Я сказал, конечно, go. И мы тогда понимали, какой будет состав. Потому что мы уже с таком определенным играли. Мы просто насчет одного игрока заменили, так как у него была работа. И вот как раз таки мага, фантастика. Он очень сильный игрок был на этот момент. Просто из-за того, что у него была работа и он не стал рисковать. У нас 300 долларов зарплата была. А у нее на работе там 500 долларов. Ну зачем ему брать риски неоправданные? Первая зарплата у тебя была 300 долларов. 300 долларов тогда в Тенгри, да. Это получается примерно был как раз вот какой год. 16-й, да, где-то наверное? Ну на тот, я хорошо помню, 100 тысяч тенге это было. Не, имею в виду год, когда вот ты переходил. Мне просто интересно вот даже сравнивать. Когда ты года берешь, я реально путаться начинаю. Потому что так быстро все летит, что мне кажется, что это 15-й, а это оказывается, как ты говоришь, 13-й вообще. Ну, наверное, 15-й год это. Примерно. Сколько ты играл времени в Тенгри? Примерно 3 месяца. А, всего лишь 3 месяца? Да. И с Тенгри тебя взяли в Гамбит? Да. Ну, Гамбит мы тебя взяли, когда уже пришел я и ты. Да, да, да. Вместе. Это был конец, это был, это 16-й год. 16-й по-любому. Да, значит 16-й год, да. Ага. То есть, если мы выиграли в 17-м летом мейджор, то в 16-м получается, если взять год, да, то есть... Ну да, получается, это 16-й. Ну, лето, значит, я поиграл за Тенгри все лето. И вот под конец лета меня, получается, позвали в Гамбит. Ты сразу принял решение, что ты хочешь уйти в Гамбит? Потому что Тенгри, ну, вы там местами играли неплохо, то есть там, в принципе, выступали неплохо. Какие эмоции были? Как ты принимал это решение? Советовался ли ты с родителями? Что это было вообще? Расскажи. На тот момент я прилетел в Казахстан, у нас виза в России закончилась, и мы прилетели в Казахстан. Такие, я стригуюсь и думаю, все, я в Counter-Strike играть не буду, все мои мечты рухнули. В общем, в Тенгри мы показали более-менее какой-то результат, но все равно, ну, как-то не идет вверх все, мы на одном месте. Я такой думаю, все, я буду учиться. У меня же учеба была на тот момент, высшее образование, там, все, ну, типа, я должен жить, как родители мне всегда говорили, нормальный человек, я должен учиться. Все, я стригуюсь, думаю, все, киберспорт пока. И вот, честно, без шуток, за полчаса произошло просто какое-то чудо. Мне с первого пишет CEO Flipside, вот просто пишет, а я думаю, это какой-то фейк, я ему говорю, да ты фейк, он говорит, нет, зайди в Twitter, я сейчас туда напишу точно такое же сообщение, да. И он, я такой думаю, блин, это реальный CEO Flipside, и он меня зовет, Flipside, в общем, хочет потестить. И у меня уже мурашки по коже, я думаю, неужели все, типа, ну, у меня появился шанс пробиться на высший, ну, на высокий уровень сразу, то есть, на готовое. Я хотел на готовое, потому что я очень долго играл, и мне уже не хотелось с нуля начинать. И буквально, вот, 15 еще минут спустя мне пишет рус. Моу. Да, моу. Он пишет абай, ты что, типа, Flipside, а я ему, ну, как-то, короче, как-то быстро слухи распространились, я начал писать, что вот Flipside зовут, нет, говорит, не спеши, у меня, у нас на тебя планы. И я уже понял то, что все, у меня хотят Gambit, но так как я еще Gambit, мы два раза обыграли тогда, и я был два раза, ну, очень сильно выделялся по статистике, по игре. Я это даже помню, да. Да. И я уже понимал, что у меня есть шанс Gambit попасть. И плюс мы очень тесно общаемся, были какие-то слушки, то, что там проседает Space, и то, что меня, возможно, возьмут. Я, ну, обычно слухам не верю, но я в тот момент сильно хотел поверить в это, вот, и я не мог дождаться этого момента, хотел завязать, и вот в один момент произошло, я все понял, все, пока учеба, пока образование, привет киберспорт. Привет киберспорт. То есть ты сделал ставку в сторону команды Gambit, да, и забил на учебу, то есть ты понял, что ты хочешь стать киберспортсменом? Да, но еще учитывать на то, что была команда Tengri, за которой очень сильно переживал, там все мои друзья. Вопрос, вот, извини, да, по поводу Tengri. То есть ты поиграл там три месяца, но у тебя уже тогда ты подписал с Tengri контракт. Да. Когда ты его подписал? Ты сразу в первый месяц подписал или вот когда? Потому что контракт у тебя был очень жесткий, сильный. И я вот сейчас узнаю вот предысторию, я думаю, что ты в Tengri играл где-то уже год-два. Поэтому у тебя такой сильный контракт, потому что потом ты же знаешь, что с этим контрактом мы там обсуждали разные моменты, да. Вот почему ты так уверенно, спокойно его подписал? Это же была небольшая зарплата, тебе же 300 долларов, по сути. Ну, это нормально. Сейчас у многих таких молодых игроков контракты, потому что деваться некуда. Чтобы, ну, это единственный шанс, чтобы за что-то зацепиться. И даже если там у меня buyout стоял бы миллиард долларов или я был бы раб у них на всю жизнь, я бы все равно согласился бы на это. Ну, выборы нет. Хорошо. Как родители отреагировали? То есть ты сказал им, что ты хочешь, прощай учебу, я ухожу в Gambit. И как они себя повели в этой ситуации? В глазах родителей я очень сильно вырос на тот момент, потому что я был, побывал два раза в Америке. Я присылал им какие-то деньги, я всегда внутри Казахстана что-то побеждал. И они как-то любое мое решение воспринимали. Я сказал, все, я беру там академия или вообще бросаю учебу. Хотя оставалось учиться три месяца, чтобы получить все высшее образование. Вот представляешь, три месяца осталось, и я бы получил высшее. Но я, типа, вот я чувствую. Ну, надеюсь, что ты его получил? Нет, я его не получил, все. Мне нужно будет постанавливаться, и это год займет уже. То есть ты из-за Gambit не получил высшее образование из-за трех месяцев? Да, да, три месяца ровно не хватало. Я точно помню это. Через три месяца там начиналась практика, на которую я мог бы там уже как-то смухлевать. Но, в общем, так все было. И что я могу сказать? Я чувствовал сердцем то, что это шаг вперед. Ты не жалеешь? Нет, вообще. Ну, это, конечно, необычная такая ситуация. Многие бы сейчас, я думаю, что сказали, я хочу к вам прийти в Gambit, но дать им мне три месяца. Да, конечно. Это сейчас. Сейчас очень сильно развит киберспорт, ты понимаешь. Там есть игроки, вон, Бимас, тот же самый. Дайте мне доучиться, не спеша, или там все еще он учится. Тот же самый Рос. Я тебе скажу честно, это не только сейчас, это было всегда. Да? Да, у меня были ситуации, когда я играл в команде, и ребята выбрали учебу тоже. Они ушли учиться, а мы пошли дальше играть. Мы преданы. Мы фанатики. Учиться? Наверное, еще знают. Ну да. Я не знаю, просто сердцем я говорил, точно надо киберспорт, точно. Я даже не думал, честно. Я не был такого, чтобы я лежал и думал, ага, закончить учебу, закончить. А тут доучиться, получить там диплом или все-таки. Я даже не думал, вот просто получил, все, гоу, все, без шансов. Единственная проблема была, это с тенгри, потому что, опять же, я говорю, очень сильно переживал за пацанов, я все-таки их кидаю к какой-то степени. То есть, у тебя это нелегко давалось решение, да? Не, очень долго разговаривал с нашим Дамиром. Они не хотели тебя отпускать? Ну, я их главный игрок был, они, у них были большие ставки на киберспорт. Я очень, в общем, они вроде и понимали меня, то, что там все-таки Адрен Молл, ну и Доси, да. С другой стороны, ну блин, я их основной игрок, они не могли меня взять и вот так отпустить. Я их просто понимаю сейчас даже как бизнесмен, ну, в какой-то степени, хоть и мелкий бизнесмен. Я все равно, я бы точно так же поступил, я бы цены там, ну, просил бы у Gambit большую сумму, чтобы оправдать и расходы, и, ну, перспективу там, какие-то расходы и так далее. В общем, тяжело очень. Ты знал, когда ты переходил, какой будет состав полностью? Ты знал, что буду я? Нет. Я даже не догадался. То есть, ты знал, что есть уже там Доси, Адрен Молл и ты в первую очередь к ним переходил? Да, да, да. Смотри, когда ты перешел в Gambit, у тебя получился очень супер успешный старт. На самом деле, ты достаточно быстро, там, почти через месяц-полтора ты становишься MVP DreamHack'a. А почему тебе так удалось быстро адаптироваться в новой команде и стать сильным игроком уже на международной арене? Как ты считаешь? Я везунчик. Сразу говорю, реально везунчик. Я попал в команду готовую, где все четыре опытных игрока и где есть ты, Даня. И если бы я попал бы в эту команду и не было бы тебя, не факт, что я так быстро раскрылся бы, понимаешь? Ты сам прекрасно понимаешь, что ты умеешь раскрывать людей. Ты прекрасно помнишь моменты, где ты меня защищал, когда мне было тяжело. И я это все прекрасно помню. Все слова, которые ты мне говорил, я все по сей день помню, важные, которые, наверное, ты уже даже не помнишь. В общем, ты сильно повлиял, ребята повлияли и команда в первую очередь повлияла на вот такой вот успех мой. Ребята, я и мои кореша из париматч вообще творим чудеса. Именно на париматч, я знаю, что вы все делаете ставки, именно на париматч вы реально можете выигрывать. Не просто делать какую-то хрень заниматься, а реально получать бабосик. Ребята, по ссылке, которая в закрепленном комментарии, вы получите охрененный бонус от Дани Зевса. Сегодня париматч, это, блин, огромная семья, которая ждет вас. Ребята, приходите, Даня Зевс, париматч, сука, блин, чтоб все были. Что ты почувствовал тогда, когда ты получил МВП? Все-таки вот ты попадаешь в команду, мы выигрываем достаточно сильный турнир, на который мы не рассчитывали выиграть. И бабац, ты МВП, столько внимания, интервью, медали, ЛТВ Орг, просто какая-то сказка вообще. Какие у тебя эмоции были тогда? Ну, я хорошо помню, я подхожу к тебе такой. Даня, вчера такие хорошие комменты про меня писали, что я аж, у меня крылья появились, и я, типа, всех за**бавших и получил МВП. И ты, я хорошо помню твой взгляд, это неправильно. Типа, а если бы плохое писали, ты что, пососал бы, получается? И вот эти слова на всю жизнь мне запомнились, и даже я прошел через это какой-то момент. И знаешь, я вроде в тот момент радовался, но в тот же момент я понимал, что нельзя расслабляться. Я в команде, где четыре монстра, где я не должен отставать от них. Но при этом, конечно же, я всегда был уверен в себе, я сам по себе, ну, человек такой, где у меня присутствует сильное эго, которое позволяло, позволяло мне и играть хорошо, и где-то мне позволяло как раз-таки стопить где-то там, ну, возможно, командную игру. Ты после МВП сказал, что ты, когда тебе вручили медаль, что это была твоя мечта, стать самым ценным игроком большого турнира. Что это такое? Это тщеславие или это просто хотел побед? Блин, если честно, бро, давай честно признаться, я не знал, что такое МВП на тот момент. Я правда не знал. Я не знаю, что за это слова, но я помню хорошо, мне говорят, ты МВП? Я говорю, кто? Ты МВП? Что такое МВП? Что мне делать надо? Я не понимал, правда, что такое МВП. Когда я увидел медальку, я понял, что это такое МВП. Ну, уже дошло до меня. Такой цели не было. Я когда помню, мы ехали на турнир, я подходил ко всем ребятам и говорил, ну, как думаете, выиграем турнир? И все такие, ну, хотя бы из группы выйти, хотя бы из группы выйти. Все такие, а я думаю, что… Вы всегда скромные были. Да, что такое, что все такие ребята? Я говорю, да выиграем этот турнир, да, выиграем всех, типа. И вот моя мечта была выиграть. Вне зависимости, кто я буду и что, кем я буду. Наверное, это, получается, эмоции. Вот то, что вот резко, да, вот навалилось и думаем, ВП, что происходит? Еще победа, кубок, да, то есть и вот все вместе. Смотри, в конце 2016 года сказал Симпл и Флейми, что в 2017 году ты должен сделать прорыв, как игрок вообще. Ты помнишь эти слова? Блин, кажется, Симпла не помню, но Флейми помню. Он писал то, что в 2017 году Хоббит точно зайдет в топ-20 лучших игроков мира. Ты выиграл мейджор, и ты стал одиннадцатым игроком на Халтв. Да? Ты это как-то… придавал какие-то эти слова? Вот это вот значение, что… Они на тебя как-то повлияли, того же Флейми, к примеру? Ну, то, что как-то, может, уверенность какую-то тебе давали? Может, какую-то мотивацию, не знаю? Ну, да, вообще, если честно, опять же, такой человек восприимчивый очень. Когда кто-то… Даже вот комьюнити сильно может повлиять на меня в какой-то момент. И очень много все говорили обо мне хороших слов. И на меня это всегда положительно влияло. Я это впитывал в положительную сторону. Это укрепляло мою… Мою самоуверенность в себе. И, ну, в общем… Да. Помогало. Ты помнишь вообще время, когда мы начинали тренироваться, да, задам такой вопрос? Какие у нас были цели? И почему мы не боялись проиграть, допустим, спрошу тебя, никогда матчи? Ну, такие вот первые там турниры. Ну, наша цель была – это мейджор. И без равенства. Остальные турниры мы где-то воспринимали… Ну, практически все турниры мы воспринимали как тренировку и побольше сыграть карт. Я все твои слова помню. Мы перед турниром всегда спрашивали у тебя, какая наша цель, Даня? И ты говорил, наша цель – сыграть больше карт. Ну, мы, конечно, и выигрывали турнир в эти моменты. Мы везунчики вместе, получается, были, да. Вот. Но цель была наша точно. Мы готовы… На сегодняшний день, я понимаю, первый мажор мы могли выиграть Елигу. Мы реально могли. Мы выиграли Фейс, мы выиграли Гатсенд, мы хороших команд выиграли на тот момент. Мы вышли в плей-офф, нам попалась ФНАТИ, которых мы должны выигрывать. Там, ну, реально состав слабый был. Мы старались всегда закапывали на праках. Я хорошо помню. Единственный наш соперник был на тот момент – это, наверное, Virtus.pro. Вот реально, который нас наказали и в групповой АЧ. Я думал, ну, мы реально готовы были выиграть. На сегодняшний день я точно понимаю, что мы могли. Просто психологически мы… Именно психологически, только психологически мы были не готовы. Просто… Может быть. Наверное, да. Ты помнишь, каким был для тебя Кейн в начале, вот, первые, там, месяца? Да. Вот. Каким ты его запомнил тогда и уже потом вернемся уже. Ну, Кейн. Я вообще, я же говорю, я не знал. Я пришел, ну, я узнал, что ты будешь. Я такой, ого, здесь будет. Ничего себе. И еще какой-то, ну, парень пришел к Кейн. Я вообще не знал. Я даже не знал, что он тренер поначалу. Что это вообще существует? Я вообще не понимаю. Я вот так сижу, играю. Я вот так смотрю по сторонам. Кейн так, ну, сидит. И вот, как я понял, никто еще не знал, да, на тот момент. Я просто… Говорю же, я не понимал. Я с ним познакомился только… Нет, когда уже вот начали тренироваться, работать вместе. Да, более-менее, вот, говорю. На Acer Predator Masters я с ним познакомился, и мы с ним уже разговаривали. И очень, ну, прилично, достаточно. И его слова на меня повлияли где-то положительно, знаешь. То, что он сказал. В любом случае, Абайт Игрит, ну, в этой команде по скилу проседаешь больше всех. Кейн умел сказать. Конечно, меня расстроило то, что я обидела где-то. Я расстроил то, что, блин, я самый слабый такой, думаю. Хотя очень много моментов там было невезучих в мою сторону. Там, мышка у меня ломалась. Ну, в общем, это другое уже. Да, я помню, я игру плохо отыграю. У меня реально мышка там не стреляла. Я нажимаю, там, первая пуля вылетает, спрей не засчитывает. Ну, не выходит почему-то. Плохо отыграю. Кейн говорит, блин, Абайт Игрит. Ну, в общем, было такое. Но его слова, говорю, повлияли где-то в плюс, потому что я разозлился и начал больше фокусироваться, знаешь. Самое интересное, что, так как Кейн я знаю уже давно, около 20 лет, и у него всегда... Его проблема в основном была то, что он не умел выразить свои мысли. То есть он мог часто, даже, может, то, что он тебе сказал, что ты самый слабый по скилу, не просто потому что тебя там... Он, в принципе, парень сам по себе, ты его знаешь, он неплохой. То есть он злой какой-то там, да. То есть он мог просто сказать, там, типа, ты там, так как ты слабый самый по скилу, но это объективно, если взять, потому что у тебя меньше опыта, да, там, ты там можешь делать, там, какие-то там, какие-то действия, которые ты можешь себе позволять. Либо, наоборот, агрессивно играть, размениваться первым выходить, либо, наоборот, там, где-то, наоборот, аккуратно, ну, короче, что угодно. А он просто там, знаешь, ты самый слабый, знаешь, там, у нас по скилу, и ты такой сядешь, думаешь, типа, и что с этим делать. Да. Ладно, мы про Кейна еще поговорим обязательно. Скажи, ты, когда мы проиграли вот тогда мейджор, да, вот этот вот плей-офф «Фанатик», какие у тебя были мысли, какие у тебя, вот, что ты тогда думал, чего, какие у тебя были, вот, вообще, какое у тебя было состояние? Это была Америка, я помню, Атланта, по-моему, да, и Лига. Да, 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 я помню, ну, блин, честно, расстроился очень сильно, я помню, ну, я очень сильно переживал, почему мы проиграли «Фанатик», думаю, ну, как так? Тем более, у нас тогда немного уже атмосфера немного подшатнулась, у меня очень сильно, в общем, какие-то комплексы начали проявляться, потому что мне не дали визу, помнишь, да, Даня? Да. Два или три раза, я думал, все, скорее всего. Мы все за этим боролись, и, кстати, да. Да, и опять же, твои слова помню, ты меня видео, аудио отправлял, я раз десять пересушил, какой, в общем… А что это было, напомни, я уже не помню. В общем, да, я не получаю визу раз, не получаю два, когда второй раз не получил, я уже домой пришел, ну, уже перед родителями заплакал, и мама вместе со мной плакала, потому что это была моя мечта, да, я всегда, ну, хотел. Мы все плакали семьей, короче, и в тот момент все успокаивали, и я понимал то, что, ну, карьера, скорее всего, закончится моя, потому что, ну, Америка, там будущее, и плюс, естественно, моя мечта была связана с Америкой. И ты, помни, голосовое отправил, то, что «Абай, держись, мы с тобой, что бы ни было», в общем, в таком духе. Там много чего хорошего, я слова не помню точно дословно. Общий посыл в том, что «Абай, держись, мы с тобой, что бы ни было, даже если не дали визу, мы с тобой». Я раз десять ночью помню, мне плохо реально, я лежу, не хочу разговаривать, мне этот Сэо говорил всегда, ну, Костя, надо заслужить эту визу, играй в ДМ, играй с ботами, типа, придет успех, третий раз получим. И ему тоже огромный респект, что он всегда верил, и, ну, обычно, там, первый раз визу не получит второй раз, все, ну, пока, а он третий раз мы даже подались. Я вот так лежу, мне плохо, переслушаю твое аудио, мне плохо, вот эти слова подбадрить, я опять стараюсь заснуть, но опять включаю это аудио, опять слушаю, все нормально, ребята меня верят. Это длинное аудио было? Да, там длинное аудио было. Ребята, думаю, в меня верят, они меня не кикнут, нет, не кикнут, опять включаю аудио, все, засыпаю. В общем, вот такая вот, вот такая неделя у меня была. Вы не тренировались, я был очень расстроен, то, что вы не тренировались тоже, как-то. Я просился тогда тренироваться, да, я просился тренироваться в онлайн, да, у меня Stop Pink, но я просился, я говорю, давайте тренироваться, вдруг мне дадут. И я помню, там, вы, в общем, приняли решение, что не надо, и вот у меня еще сильнее обострилось то, что вы меня, скорее всего, кикнете. В общем, у меня комплексы начали появляться, да. Я не представляю, что там вообще чувствуется. Да, всякое в голове происходило, я прилетел в Америку, и как-то я, на ваши взгляды, уже по-другому смотрел, то, что, блин, они кикнуты. Даже если, да, мне дали визу, но все равно вот этот отпечаток, он остался, он накопился у меня в душе, негатив. И я помню хорошо то, что я, ну, очень сильно расстраивался, негатив какой-то чувствовал, в общем. Вот, и в этот турнир мы еще проиграли, в «Легенды» вышли, да, но мы проиграли, и сыгра выступила я, не сказать, что круто. Да, против «Настиков» я выступил нормально, но там мы играли с «Везами», я вообще обосрался по полной, где Даурен закерил полностью мою роль и свою роль. То есть мою роль он покрыл, в общем. И еще хуже у меня всякие мысли начали наступать. В общем, сильно влияло негативно как-то на мою уверенность все это. Плохо я себя чувствовал, очень плохо. Ты почувствовал потом, спустя время, что команда не собирается тебе кикать, и наоборот, как бы, она с тобой? Да, конечно. Тебе стало легче? Ты помнишь этот период, когда это произошло? В накопительном моменте, в общем, все накопительное у нас в жизни. Накапливалось негатив, накапливался. Так же он и уходил, тоже, очень со временем. Там, один день я увижу улыбку кого-то позитивную, искреннюю, бац, негатив спал. Ты мне что-то скажешь, еще негатив спал. И потихоньку-потихоньку он вообще разошелся у меня. Тупо. Это очень интересно все, честно. Это эмоционально. Ты рассказываешь, это круто. Ты помнишь команду, которая готовилась к мейджору Кракову? И какая была атмосфера для тебя? Да, вот той команды Гамбит, которая готовилась к мейджору перед Краковым. Что за атмосфера? Как ты воспринимал все, что происходило? Ну, ты очень часто говорил слова «надо быть профессионалом». И которые я еще в будущем очень часто использовал и для Винстрайк, и здесь Гамбит, и еще когда ты ушел. Даня 2, в общем, я старался у тебя копировать все самые лучшие. Это слово «профессионал» хорошее. Нужно, несмотря ни на что, тренироваться. Ну, я помню, хорошо, была, да, атмосфера плохая, да, был негатив в команде. Но мы все тренировались в стиле. И очень много задрачивали. А помню, играл FPL. После этих шести ужасных праков, которые мы, опять же, насосали, я шел FPL и еще 3-4 FPL играл. Да, Урен вообще там 5 мог FPL играть. Я помню все это хорошо. Да, ну, негатива было много, но мы очень много тренировались. Откуда этот негатив взялся? Честно, вот реально не помню. Без шуток. И сейчас вспоминать я не помню. Я помню хорошо слова Даурена, которые мне очень помогли. Он говорит, давай, чувствую, что мы вот заиграем на мажоре. Сегодня мы совсем, ну, чувствую, вот после, ну, там, через 3 дня мажора начинал. Вот я, ну, он мне такие слова говорит, я вот чувствую, что мы выиграем. Вот чувствую, что мы начнем. Он такое говорил? Да, он мне лично говорил. Мы вдвоем на неделе были. Ничего себе, я не знал. Я ему в ответ говорю, блин, Даурен, я тоже почему-то думаю, что так будет. Вот, и все. И мы не старались не поднимать эту тему. Это получается, если мы будем на это разговаривать, это получается, мы будем искусственно это вызывать. Мы решили это просто отложить, этот разговор, все. Мы просто в голове у себя держали, что все, мы можем. Вам никому ничего не говорили. И реально мы как-то заиграли, знаешь. Ну, не только заиграли, мы его выиграли. Это вообще пипец. Вообще, как бы, вопреки, да, всему, что может быть. Давай пройдемся по самому турниру. Разошли уже, заговорили за игру. Групповой этап. Мы прошли вообще без поражений. У нас была игра, у нас точно были G2, AWP и Mousports, по-моему, да, у нас были? Mousports, инферно, по-моему. 5-0 нас вели, да. Вторые были G2 и третьи Virtus.pro, да. Да. Эти игры, они давали тебе, давали уверенность какую-то? Ты чувствовал, вот, после... Нет. Нет, вообще. Играл, как играл. Как ты воспринимал эти победы? Как ты воспринимал уверенную 3-0, вообще, выход в плей-офф? Я хорошо помню, я не радовался. Вообще. Я такой, ну, выиграли, 5-0 вели, мы камбэчнули, я такой, вот, все, начало есть. Опять же, мы всегда с давлением переглядывались, то, что, блин, ты понимаешь... Идет все по плану, да? Да, все по плану. Определенно, мы об этом не знали. А вы типа, мы, мы, да, получается, всех, и вы такие, типа, ну, так не должно быть. Все, все, я помню, хорошо, я не радовался. 1-0, G2 такие, штат-6, они вообще, боссерно, играли такие. У них на кэше, помню. Да, да, кэше очень, да, кстати, хороший был. Такие, и третий Virtus.pro опять же, ну, все понимали, что мы выиграем. Все, как, я чувствовал силы, я садился, уже победить, я вот так сел, помню, клавиатуру, так мышку ставлю, как я люблю, сажусь, такой, дайся рядом, дайся мне, как всегда, сильную пятюню дает, из-за чего у меня рука сильная, ну, горит и болит. Зато она не холодная после его ударов. Ну, да, есть, пусто. И такие, с улыбкой начинаем, никакого, мы даже, как-то, знаешь, проще относились к подготовке, помню, ты зовешь номером, такие, пришли, демочку посмотрели, ха-ха-хи-хи, да, завтра выиграем, да, все. Переходим на игру. Дальше. 3-0, встаем, да, легенды пошли, там, отпраздновали, покушали. Ну, не было радости, я не знаю, почему. Первый игрок с нами. Ну, потому что были амбиции и цели были, да. Как, ты нервничал на сцене, когда мы играли? Вообще нет. Вот именно, что нет. Я не знаю. Если сравнивать тот мейджор предыдущий, да, и вот команду, которая играла на сцене, и состояние. Конечно. И здесь, это разные, да, то есть опыт все-таки сыграл уже, да. Там я не играл в игру первую, и лигу. Мы больше играли какую-то в другую игру, не в КС. Знаешь, типа, о, сцена, о, руки. Сидишь, думаешь о руках, сидишь, думаешь о состоянии. А вот Краков именно я только в игру садился, опять же, коврик ровно ставил, клавиатура. Смеялись, на сцену посмотрели. О, классная сцена, да, Краков, там, как всегда, свои приколы у нас, там, ну, сам понимаешь. Да. Выход классный был, только вдохновенно. Садились даже мы же. Я на камеру-то все снимал. Да, так все позитивно, знаешь, ты так и делаешь, мы там, ты на камеру подаешься, обнимешь кого-то, что-то поговоришь, там, знаешь, и, типа, ну, обычно же встают, там, перед играми настраиваются в кружок, так, все, давай, пацаны, все. Нет, мы уже как-то уже настроены были, нам этого не надо было, мы просто сели уничтожать, и реально чувствовалось, реально чувствовалось, что мы уничтожали. Мы выигрываем, ну, Fnatic, эту игру сильно не надо, мы выиграли все-таки 2-0, да? Да, да. И все это знали, наверное, Fnatic всегда, которые нас выбивали из плей-оффа, все понимали то, что есть еще теория вероятности, когда, ну, то есть все-таки должен. Пора уже их, пора, да. Все как-то уже понимали. Ты пережила перед игрой с Astralis? Вообще нет, вообще. Без шуток. Давай так, третья карта, трейн, ты помнишь тот момент переломный этих раундов, вот от самого такого жесткого напряга, когда я стоял там на... Ты помнишь TeamSpeak? Блин, вообще не помню. Честно. Не помнишь? Вообще не помню, нет. Я помню хорошо, что мы сделали два... Еще это было 13-12. Да, я помню хорошо. Вот это я не помню, вот честно, вот меня спрашивают когда, я не помню, я помню, что был... Уже паника началась в тот момент. Ну, я не помню, о чем мы разговаривали, кто разговаривал, кто... Ну, ты помнишь, что была паника? Я помню, что была паника. В общем, честно... Какая она для тебя была? Какая она для тебя была? Я в своей голове был, я даже вас не слушал, честно. У меня бывают такие моменты, вы там о своем, что-то какой-то негатив. О чем ты думал, о чем ты думал в тот момент? Я в тот момент, блин, как бы выиграть? Так, Перемьки, ну, у меня там Перемька, вообще, своя история. Там, короче, свой мир. Когда же я могу промутиться там по верхнему, такой сижу, короче. Блин, почему мы проигрывали? Блин, неужели тот самый момент, когда ты вроде выиграешь, но ты проиграешь и потом будешь жалеть. Вот такие вот мысли у меня в голове в тот момент. Были, да? Да, я в общем в своем мире там летал. И вот, я помню просто момент, вот это я помню, что два раза мы делали один тот же раунд, колелось. И последний раунд, ты говоришь, я знаю, что делать. Типа, мы сейчас пойдем в три верхней, но кто-то тебя перебил, говорит, нет, давай не три верхней. Что-то такое, в итоге я один верхней вышел. Без шуток. Да, я помню. Я один верхней, вот это же такое, где все? Такой пустой план. Когда-то мы выиграли у Астралис, ты понимал, что это, скорее всего, победа? Было такое чувство. Я молился, чтобы были Virtus.pro. Я понимал, что если будет Virtus.pro, то мы выиграем. И я понимал, что... Бразильцев опасался. Я боялся сильно прям. Вот тогда я почему-то начал переживать. Я не хотел антрдогов, как мы. Я хотел фаворитов, которые будут против нас. Опять же сядут, такие, ой, эти гамбист, что ли. Сюда. Какие у тебя были мысли после проигрыша 16-3, по-моему, на первой карте, в финале? Иммортал. Ну, я думаю, он пососен. Думал, все? Да, я думал, честно, да. Я думаю, ну, блин, ну, ладно, мы выиграем, мы сейчас тренд. Но Инферно, у меня все равно есть воспоминания, когда мы выиграли их на этом... В осени, помнишь, мы в финале их выиграли? Этот же самый состав. Тоже Инферно было решающее и очень сложно было. Счет был 16-11, но я помню хорошо, как в защите чего мы брали. Очень где-то без зону. Я понимал, я вот так всякое прокручивал. Так, сейчас тренд, тренд, мы скорее всего выиграем. Все нормально. А Инферно, блин, Инферно. И старался перебивать эти мысли. То есть ты уже боялся. Я переживал, да. Я переживал, без шуток переживал. Старался, короче, эти мысли избегать от них. Не принять и играть, а избегать. Я прям избегал их. Я прям старался отвлечь их. Ты сыграл? Подходил с кем-то, разговаривал. Что-то такое. Старался избежать эти мысли, потому что уже был страх. То, что мы проиграем. Вот такой путь проделали. Такую работу, чтобы проиграть андердогам в финале. Но прикинь, как это случится, не очень. То есть ты уводил эти мысли. Ты пытался полностью перебить весь какой-то страх, эмоции, негатива. И ты стал, по-моему, лучшим игроком на Инферно. Да. В финале. Да, да. Это же твои козырные минус 4 хедшота вот этих сумасшедших. Да, да. И ты просто упасил. Как тебе удалось победить все-таки этот страх и так круто сыграть? Я помню, хорошо, я сидел как-то, знаешь, расслабленно. Ну, не то, что расслабленно, как-то удобно. И они нас начинают камбэчить. Я сам себе вопрос, неужели все, это камбэки, мы всосали такой. Я такой, помню, так привстал, сел ровно, спинку прямо нигде. Я не дам финал. Вот клинусь так и было. Это без шуток. Ну, я обмануть не буду. Я прямо вот так как-то другую позицию себе выбрал, другую стойку. Как будто, знаешь, я драться собираюсь. И сел, и злой. Все, только инфа, прям злой. Я как-то, видимо, страх перевел в злость. Ну, тоже надо уметь. Не все умеют, я тоже не умею по сей день. Тяжело это делать, но как-то у меня в тот момент получилось. И я прям готов был порвать любого, кто выйдет на прицел. Я помню хорошо, каждый микромомент я... Ну, там, это Ace, который дал против Echo, да? Но там каждый патрон залетал туда, куда нужно, знаешь? Прям не было брака никакого. Я чувствовал игру, я настолько чувствовал игру. Кто на прицел выйдет, точно убьет. Меня убьют за счет флешки, за счет кровавого смока. Мне там два раза убили. Одиннадцать грибовый за счет флешки и за счет кровавого смока. Но кто выйдет на прицел, я не прощу. Вот у меня такой состояние, я достиг этого состояния, как-то в этот момент. Я не знаю. Ты как-то вознесся, да, до Снео? Я не знаю, почему. Вот прям силы. Но ты ж реально творил там, ты ж просто жёсткий делаешь. Да, я говорю, там момент был, я так стою не на гробах, затерров. Я стою на церкви, ну, церковь или как мы называем. И КТ пробегаешь. Я просто стою, прицел поставил. Кто выйдет? Ёбану. Первый уходит? Ёбану. Второй уходит? Ёбану. Третий уходит, я начинаю спрейть. Он убегает, другой выходит. Меня как-то разметит, я смотрю, один хп оставил. Думаю, и ты тот клач берёшь. Один в два. Один в два, да. Да, мне ещё тогда повезло, когда я в дыма. Но этот чувак красный был, один хп. Да, 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 да. Всё совпадало. Как я за себя беру, я чувствовал игру. Я прям, ну, достиг, наверное, вот это вот как дзен или как. Ты преисполнился. Да, да, да. Я нашёл эту истину, где ты достигаешь такого вот состояния. Ну, держать её. Абай. Поднятие кубка над головой в тот момент, это лучший момент твоей жизни? Не знаю. Как будто и да, и нет. Да, крутое, да. Но я просто, когда у меня родилась дочь, я никогда так не плакал и никогда так, не знаю, счастлив не был. Но если в плане каких-то достижений, конечно же. Конечно же, да. Ну, то есть ты можешь сравнить вот этот вот кубок. Ну, вот, вот это всё-таки разные всё-таки, да? Всё-таки разные, да. Ну, говорю, в плане, да, конечно, конечно, да. Какие у тебя были мысли тогда в голове, когда ты стал первым чемпионом мейджора в Ассене? Ты чувствовал, что ты что-то, батя? Знаешь, ну, меня всегда спрашивали, я помню, даже ты мне в интервью спрашивал, какие у тебя цели. Я всегда говорил, у меня цель выиграть несколько мейджоров. Я помню, цель номер один достигнута, ну, достигнута, первый мейджор есть. Я радовался, да, было крутое состояние. Я наконец-то мог, ну, лечь там в номер и тупо чилить. Мы столько тренировались всё-таки. Но прям такого не было, прям супер-супер-супер. Я не могу это обидеть. Вот, когда я МВП получил, я как будто более, знаешь, это... Ну, нет, это разное, нет. Не знаю, честно, Даня, я радовался. Как отреагировали родственники твои, близкие люди в победе мейджора? И вот первые эмоции вообще, что это было? И я сразу же позвонил прям в кабинке родителям по видеозвонку. Я говорю, что я их люблю, спасибо, что поверили, что, ну, никогда не мешали. Вот такие вот слова начал... Никогда, никогда такие слова не говорил родителям. А не плакали от счастья от вас? Нет, такого не было. Такого не было? Нет. Братья звонили, все, ну, гордились, там, всякие видосы начали скидывать, как они толпой сидят, болеют там за нас. Вот. Когда ты вернулся в Казахстан, как тебя встречали? Было тут что-то такое? Что-то было такое вот необычное? Или вообще по стандарту? Чувство только было необычное. Ну, конечно же, и замечал такие моменты, когда, ну, чего... Ну, конечно же, было, да, наверное, было. Я просто говорю, что в деталях не помню, если я так вспоминаю, в деталях не помню. Если обобщенно смотреть, я помню чувство было, что я какой-то особенный. Приехал в Казахстан. Ну, вот такое вот чувство было. Почему вы все-таки решили кикать Кейна, несмотря на то, что мы выиграли мейджор, и несмотря на то, что я вам писал в общий чат, потому что тогда очень много сообщений о том, что это неправильно, и это так никто не делает, когда команда выигрывает чемпионат мира, затем она кикает тренера. Ну, это абсурд. Ну... Почему? Кто был главный инициатор, и почему вот так вот? Вот, кстати, хорошо, просто был главный инициатор. И я сам себе всегда это задаю. Не было такого. Не было, чтобы кто-то был инициатором. Мы как-то вместе к этому пришли. Просто тот уровень, который мы начали показывать под конец, там... Ну, мы всегда были топ-7 мира, мы всегда были топ-10. И всегда были вопросы к Кейну как тренеру. И, ну... Как-то все это накапливалось. Все равно были неудачи, Дань. Да, мажор — это, ну, естественно, позитивная такая нота. Ну, я бы сказал, даже супер, максимально позитивная нота. Но все те неудачи, которые у нас были до, как-то были связаны с Кейном, как-то связывалось оно. И вот этот негатив, опять же, он накапливался. И я не успел так за один день, за один мажор, бац, и уйти. И я помню хорошо, что, ну... Был такой разговор, что, ну, все-таки единогласно даже, я так скажу, единогласно, что мы решили, что с Кейном мы не можем продолжать играть. Вы понимали, что я могу уйти за ним? На тот момент — да. Когда ты написал — да. И вам все равно точно? Когда ты не писал — нет. Вот когда ты написал — да. И, опять же, тут палка двух концов. Мы, ну, естественно, все разговаривали и подумали, что, ну, уходить за другом, естественно, ну, в любом случае это... Ну, ты всегда говорил профессионально, да? Ну, это немного непрофессионально. Но мы же всегда судим с человеческой точки зрения. И так как мы категорически были против Кейна, мы принимали твой выбор. Мы одобряли его в том плане, то, что это человеческий поступок. Идти за другом. Ну, вы понимали полностью, что я, скорее всего, уйду. Ну, конечно, да. Ты написал. Ты прям прямым текстом написал, что если уйдет Кейн, то уйдешь и ты. И вы как бы согласились, смирились, типа мы теряем... Мы убираем Кейна, но теряем Даню. Ну, нормально. Да, да. Ну, в общем, у нас было такое, что если Даня все-таки решит остаться, то... Ну, это его выбор. Он останется, и мы продолжим играть. Но если Даня решит уйти с Кейном, за Кейном вместе, то мы его примем выбор, так как это все-таки Даня, и он всегда поступает по воле сердца, и, ну, это человеческий поступок, если идти с другом. Вот. То есть обид не было никаких? Нет, нет, нет. Таких прям... Ну, в любом... Я же говорю, Даня, ну, как? Ты же знаешь наших казахов, мы такие, ну... Правила всегда правила. Ты всегда употреблял слово профессионал, а мы всегда употребляли слово чувства, друзья там, ну, и так далее. И знаешь, когда ты сказал такие слова, мне, наоборот, показалось, что это очень человечно. Потому что, ну, вы как-то вместе... Ну, ты не бросил своего друга, это мы приняли очень хорошо. Вы понимали, что это может повлиять на вот уход меня и Кейна на результат будущего, будущий результат команды? Хороший вопрос. Или вы... Или это хороший вопрос, потому что казалось, что вы поймали звезду с какой-то стороны, да, то, что вы выиграли мейджор, ну, мы выиграли мейджор, и... Но при этом вы такие, типа, да мы чемпионы мейджора, Адрен там, я МВП мейджора, вообще, типа, да, это лучший турнир мира. Посмотрите, как мы играли. Причем тут вообще... Да, Зевс там хороший капитан, но Кейн, типа, вообще ни о чем. Мы сейчас возьмем себе пятого, возьмем нового тренера и будем просто опять всех ебашить. У вас было такое чувство? Был страх перед давлением, знаешь? Я не хотел испытывать вот это давление, все смотрят на нас, как мы будем выступать, вот это перед этим. А то, что мы будем плохо играть, я даже не думал об этом. Честно, я хорошо свои слова помню. Так как это можно начать плохо играть? Типа, в любом случае, мы будем играть как минимум так же. И, знаешь, ты когда уходил, мы опять же принимали твой выбор и все равно есть такая пословица, что незаменимых не бывает. Конечно же, это правда, это хорошая пословица, но не в данном случае. В данном случае, конкретно в тот момент, тебя нельзя было заменить. Мы думали, что мы сможем заменить тебя, найдя какого-то там молодого таланта, поставив адренона лидера. Ну, адрен был лидер, и ты был лидер, это очевидно. Просто, когда мы поставили адренона лидера, он очень сильно... Капитаном, мы его сделали капитаном, лидером. Да, капитаном, да. Он был главной огневой мощью в нашей команде. Ну, это правда. И он просел. Знаешь, и он стал капитаном, он просто... Это очевидно. Да, он просел, потому что все-таки капитаном будет очень сложно. Он просел, и мы думали, что Фич, он восполнит адренона, вот эту вот огневую мощь. Но... Фич поначалу, как раз таки, восполнил. Поначалу первые там игры, он стрельнул, там, фасрались, уничтожил. Но в перспективу не получилось. Там начались уже моральные... Ты, ты после адренона, стал капитаном. И достаточно быстро вы отказались от капитанства адренона. Ты стал лидером. Как ты принял решение? На твой взгляд, ты был готов тогда вообще к этой ответственности? Так, насколько я помню, спередоси стал капитаном после адренона. Так как мы пришли к решению, что нам нужен адрен, нам нужна эта огневая мощь. Пусть будет доси капитаном. И доси сам сказал, я помню, что он хочет стать капитаном, потому что, ну, Ну, вы, извини, вы там просто в основном капитане менялись. Да, я понимаю, нормально все. Новости только на халтовые выходили. Там, короче, новый капитан Гэмбит. Вот я вспоминаю. Да, да, да. Новости, это забитие. Главная, главная, главная новость команды. И знаешь, почему они выкладывали на халтовые? Зачем они выкладывали на халтовые? Я не понимаю. Знаешь, как-то еще, еще больше давление создается. Мы ржали в какой-то момент, когда там уже четвертая или пятая новость идет, спустя пару месяцев там. Думаю, когда уже, когда уже еще что-то? А Рус, не был он капитаном? Нет, он не был. Я думал, и он побывал. До этого уже был бы каламбур, наверное, мы уже не смогли бы уже так. В общем, Досе вызвался, говорит, по скилу не такой ебашущий в команде. Надеюсь, я с этим справлюсь. Если я с этим не справлюсь, то тогда, говорит, я даже не знаю. И мы такие, на туре, а почему Досе не стать капитаном? Вот и он стал капитаном. Были какие-то успехи, мы какие-то отборы даже выиграли. Выиграли вот этот турнир в Азии. На мажор были реально готовы, почувствовал. Знаешь, если именно по чуке, мы помним, мы ехали, мы, блядь, сейчас всех разорвем. Еще тогда против вас играем первую игру, вас выносим, там тоже счет, ну, без шанса был еще плюс. В общем, все стакалось. Мы были готовы побеждать. Но в какой-то момент брешь, которая у нас возникла после твоего хода, моральная составляющая, вот это вот, ну, многие моменты, которые ты, дыры, которые ты покрывал, закрывал, они начали о себе знать. И вот, и в принципе, мы пососали. Вот. И пососали. Ты стал потом капитаном. Торин писал, что этот мув убил в тебе звездного игрока. Ты согласен? В один момент в жизни только рассчитывал стать звездным игроком. Это вот как раз таки, когда Даурен стал капитаном, я взял какие-то роли, которые ты исполнял. Я думал, что на этих ролях я буду вообще прям уничтожать вообще-вообще. Ну, в принципе, у меня опять же статистика, по статистике уже мы смотрим, по статистике у меня ну, очень хорошие цифры были. Но, потом опять же, я понял, что команда, в первую очередь, что, ну, не я, а команда. Вы начали сраться? Вы начали, у нас началось, у вас получился пушклиновая мораль? У вас была плохая мораль? Почему вы стали так плохо? Просто не получал. И шуток не было. Вот, вот, даурен, гус, до 8 по сей день, друзья. И я никогда, ну, и никто, я уверен, никто не про кого плохое не скажет, потому что мы всегда были дружные, знаешь, мы и при тебе, с тобой, мы вместе всегда были дружные. Так и осталось, Даня, в этом плане. Байз, но при этом ты, когда был турнир DreamHack Winter, в полуфинале, где вы проиграли Maus, ты эмоционально прокомментировал это поражение, сказал, что вы проиграли без боя, сдались, и назвал это позором. Почему такая была реакция? Потому что, на тот момент, атмосфера, ну, в команде, из-за того, что он там, короче, такой личный немного, мы там погуляли, в общем, и поругались. Это жизнь, что-то произошло. Я разозлился, короче, это жизненно, это никак не связано с игрой, это жизненно, там, там такая история, в общем. Расскажи, я вообще не пью. Стрипухи были, или что? Тогда я решил на пицце, короче, не знаю почему. Перед полуфиналом с Maus? Нет. А, то есть это до, 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 если я так прокомментировал, то, что позор и так далее, наверное, это связано с тем, что, ну, это реально позор, не выйти из группы на Миконессе. Нет, вы полуфинал с Maus проиграли, на DreamHacky Winter. Это, когда было, чуть не могу вспомнить, представляешь? А, это когда, этот, мы с вами играли, мы вас выиграли. Ну, может быть, я не помню. вы Maus Sports проиграли в полуфинале на DreamHacky Winter. И после этого ты эмоционально, прокомментировал. Ну, расскажи эту историю, где ты набухался уже, давай, уже, это интереснее будет. Сильно напился, впервые, там, провал из памяти, я помню, что, там, я там, с Русом, уже чуть не, ну, Рус, короче, короче, в общем, чуть не подрались, там, и, в общем, какой-то негатив после этого остался, который проходил, там, неделю. Ну, конкретно с моей стороны. Рус-то сразу отпустил, он-то повзрослее меня будет, а я молодой, горячий, обижался на него. Вот. Ну, вообще, ничего интересного, как оказалось. Бухая, короче, волная какая-то, у вас тут с тебя было, Да, было такое, это, наверное, стрессно снимали. Это редко, да? вообще, я просто, ну, вот. Жабишь? Не, я религиозно просто, типа, стараюсь такое не делать. Вот, а по поводу дримхака, я, блин, да, честно, не помню, прикинь, это интервью, и не помни, со мной бы, наверное, кто-то предъявил, здесь слова. Может, ты написал где-то просто об этом? Может быть. Ладно, хорошо, бай, в сентябре 18-го года тебя выставили на трансфер. Для тебя это был вообще удар? А почему удар? Я сам напросился. Ты сам, почему ты сам напросился? у нас не работало, ни то не подходило, ни это не подходило. Я хочу выигрывать. Ты сам знаешь, что я амбициозный. Я всегда, ну, для меня просто играть и выйти в плей-офф, это не то. Я именно выигрывать хочу. И тогда мне почему-то амбиции брали надо мной вверх. Причем намного. И тогда я вот как раз-таки понимал, что нужны уже кардинальные замены, не замены, а изменения в моей жизни. Мне нужно было полностью. У меня было две организации в жизни. Это Tengri и Gambit. Я очень сильно хотел к вам в Na'Vi тогда. Я понимал, что это тяжело будет сделать. Я с тобой еще разговаривал. У вас были результаты хорошие. И плюс, возможно, где-то ты, возможно, где-то не захотел бы меня. Такие тоже были мысли. Но я все равно хотел к вам в Na'Vi. Я хотел побеждать. Плюс в нашем составе в общем он изжил как будто себя. И, знаешь, не смогли мы, в общем, найти ту химию, которая была с тобой. Вот нам не смогли найти. Вот был вариант, когда Electronic еще к вам не пошел. Если бы мы взяли на тот момент Electronic, возможно, знаешь, эта химия опять снова начала бы работать. Но это, опять же, догадки, а возможно и нет. По факту ничего не работало. И я понимал, что нужны изменения. Когда команда почувствовала, что были такие разговоры, что может Данию не надо было убирать или там нишу оставлять? Блин, у нас все такие возрастные, значит, немного мудрые, скажем, в этом плане. Потому что все ошибаются, да, ошиблись, но жалеть, каяться. Какой смысл? Это жизненный опыт. Не, ну вы говорили, были такие разговоры после очередного проигранного турнира, а мы там на Ви начинали уже еб***ть. То есть такие, типа, вы думаете, б***ь, может быть, надо было по-другому поступить? Просто мысли такие, были разговоры? Все это молча понимали. И все. Все абсолютно. Я не думаю, что кто-то сидел такой, да нет, мы все правильно сделали, это не ошибка. Все понимали в глубине души то, что это ошибка, за которую мы не смогли разрулить. Понял. Ты перешел в Ашер. Это была игра на понижение. Ты чувствовала, что это игра на понижение? Да. Ты понимал. Ты мне же сам это говорил. Ну, тебя спрашиваю. Блин, Даня, я с тобой советовался на тот момент, я не знал, что делать мне. Я, честно, думал, посыпется очень много офисов. Честно сказать, Абай, честно сказать, Абай, я не... Это была Америка. Я помню, что мы с тобой разговаривали. Я, честно, не помню, что я тебе тогда сказал. но я все помню. А скажи, что я тебе сказал. Я всегда тебе пытался, ты знаешь, посоветовать и подсказать по-честному, искренне, от сердца, и поэтому, наверное, ты ко мне и пришел тогда за советом. У меня есть брат, мой родной, который всегда мне советовал. Не делай это, я не делал этого. Когда я сильно хотел тендовать, ругаться в команде в Гамбит, когда еще молодой был с вами вместе, тоже он очень много советовал. Он был человеком-психологом и всегда советовал по жизни что делать. В какой-то момент я перестал его слушать. Он говорит, ну, не надо убирать Киена, говорит. Он несет какую-то удачу. Непонятно какую. Просто несет удачу. Он не суеверен, но просто он чувствует, что он какой-то позитив несет. Я его не послушал. Ошибка. Выбрать HellRaisers, он мне прям говорил, не надо, не твое, не надо. Я его не послушал. Я обосрался, грубо говоря. Я в этот момент перестал его слушать почему-то. С тобой разговаривал, ты мне говорил, это хорошая организация, хорошая команда, но это не твое. Типа, тебе бы к нам, но у нас хорошие результаты. Мы не можем тебе взять. Есть претенденты на то, чтобы кикнуть, но тебе придется ждать и не факт, что это получится, потому что, если мы начнем выигрывать, я очень сильно ждал отваться оффера. Не дождался. Ждал недолго. Получал разные офферы. Всякие. Я надеялся в какой-то момент на мауспорт, потому что все-таки, да, опять же, меня там Ламыч подтвердил, то, что они меня хотели. Меня Санни писал на тот момент. Я хотел мауспорт. Опять же, не прогорело. В какой-то момент слухи были, что мне фейс хотят потестить. Тоже ждал от них. Не дождался. На фоне всего этого были две организации. Одна американская. Ну, вообще, с Америки два приглашения было. Одно неофициально. Одно тоже, наверное, неофициально. Вообще, что это за команды были? Одну не буду говорить, второй Энви. Потому что ту, он прям попросил меня не говорить. Я не хочу, друг. Ну, в тот момент Энви, это было вроде неплохо. Нет, это была команда слабая. Я им прямым текстом говорю, я говорю, я хочу фавос. Хуже, чем Ашер? Хуже, да, намного. Ашер сильная команда тогда была. Ты говорил, что переходил ради того, чтобы выступать с ангелом. Он продал твои ожидания? Я опять же, я искал замену тебе. Я искал такого, кто поддержит, кто... Ну, такие, духовный, да, лидер, скажем. Но он чуть-чуть другим. Он сильный, но в другом, в другой категории, да, тактическая, в этом плане. Ты, в общем, короче, не могу это объяснить, да, тяжело сравнивать. Вот. В общем, короче, у меня было Энви и Хэлл Рейзерс. Я выбрал Хэлл Рейзерс, потому что у меня не было, очевидно, лучших вариантов. Ты поиграл полгода в Хэлл Рейзерс. И потом тебя посадили в запас. Страйк говорил, что ты не смог найти общий язык с тиммейтами. Это правда? Что пошло не так? С тиммейтами нет. Не было такого. Я по сей день нахожусь в хороших отношениях с Исо, Воксик, Дэд Фокс. Почему тебя на запас посадили? Потому что я сам попросил. Никто же этого не знает. Все знают, ну, расскажи. по факту. Я просился на скамейку запасных после мажора, потому что я сразу почувствовал, что что-то идет не так. А там была возможность меня отпустить. Я не на скамейку просился, Даня, я просился как свободный агент. У всех разные контракты. Мой контракт вступал в силу практически, ну, скажем, после мажора. Примерно. И была возможность меня отпустить. Но они решили, что могут мне продать. И они это сделали. Они выставили меня на трансфер. Когда у тебя родилась дочь, твоя карьера переживала не лучшие времена. Ты боялся, что не сможешь обеспечивать семью и что не сможешь вернуться уже в профессиональный Counter-Strike. Какие у тебя были тогда мысли? Не, не, не боялся. Никогда не боялся. Когда появилась дочь, я столкнулся с трудностями психологическими. Я думал, что там дочь, прям нереально, как-то что-то надо делать. Нет. Наоборот, кайфуй. Я просто не сразу меня доперл. Сколько дочке сейчас лет? Год и... 8. Ой, ой, ой. Полтора года, короче. Полтора года. Соли тут. Не путай, это дочка. Да. То есть, ты хочешь сказать, что быть отцом в возрасте, там, ты, получается, 23-24, тебе было 24, да? Да. Это нормально, это ничего страшного, и это даже круто. Скажи мне одно, согласился ли я бы вернуть и изменить? Нет, никогда в жизни. Ничего, вообще, никак. Ты счастлив? Ты счастлив? Конечно, я каждый день просыпаюсь с улыбкой на лице, особенно, ну, на буткемпе, конечно, чуть-чуть другое, ты не видишь дочку, я так сильно скучаю по ней. Вот я приехал, ну, короче, это не описать словами, насколько я счастлив, когда вот дочка рядом. Абай, очень много ходило слухов, что ты зазвездился, что с тобой сложно работать, стало вместе, что после мажора ты, во всех командах, в которых ты начинал играть, ты чувствуешь себя суперзвездой, поэтому у тебя пришли такие неудачи. Ты считаешь, что это имеет это место быть? Нет. Не считаю. Это слухи. Это всегда, ты же знаешь, что я где-то требованный человек. Это слухи, о которых говорили твои тиммейты, которые играли с тобой. Ну, знаешь, какие тиммейты, ну, я не знаю, насчет, если даже и так говорили, то значит, какая-то обида. Но я точно знаю, что я всегда стараюсь соответствовать своим действиям. Да, конечно, иногда бывает немного себе лишнего позволено, но это не значит, что я там зазвездился, правильно. Просто кого-то могу обидеть, в том плане, что он плохо сыграл, ты плохо играешь, тебе нужно играть, улучшаться. иногда бывает... То есть, это такой маленький кейн. У меня бывает иногда такое, что я вижу, что человек, который не работает над собой, тянет нас вниз. Не то, чтобы он просто держит на одном уровне, а просто тянет нас вниз. Я могу ему сказать там пару слов. Да, несмотря там, что он там, где там, где-то старше меня будет. Но потому, что это тоже где-то моя и карьера команды, остальных там троих, которых он тоже тянет вниз. Просто не все говорят, а я не выдерживаю и говорю. То есть, ты не считаешь? Нет, я не считаю. Хорошо. После неудачи Сашер были слухи, что вы хотели соединиться вместе с Молодрином. Было. А чему не получилось собраться с Тау? А, немного конфиденциальная информация. В общем, там, 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 у Даурена выпал другой вариант. У меня там свои проблемы с Холл Рейзерс были. Ну, в общем, такие вот организационные вопросы. У тебя нет обид на Андрея, на что он тебя не дождался? не, он в финале мажора поиграл. Ты говорил, что к тебе был интерес со стороны команды Север, на Америке, это вот как раз вот эти вот, да, были твои? Да. Период Виндстрайк, это хуже твоей карьеры или одна из лучших? Потому что в тот момент практически пропал с радаров. Одна из лучших. Чем она? Чем лучших? Я познакомился с топовыми чуваками, я познакомился с Митей. Опять же, я стараюсь не верить слухам. Я не живу, ну, по слухам, но всякие же ходят слухи, там, у Мити тяжелый характер. Но, на самом деле, мы где-то сдружились, да, под конец, из-за того, что я там ушел, ну, наверное, расстроился на меня. Мы по сей день там не разговаривали особо. Но я такие крутые времена. С кем с Митей? Да, он, наверное, расстроился на меня, потому что, что я ушел все-таки. Вот. В общем, топовые... То есть у вас отношения были очень классными, теплыми, из-за того, что ты ушел, они испортились. да, да. Наверное, да. Кроме Митикских. Я не уверен. Мне надо с ним, ну, или Коту. Я не знаю, короче, я с ним просто не разговаривал. Я думаю, что он немного расстроен. если придет момент, что я буду брать у него интервью, я с ним это обсужу. Да, возможно. Ну, вот. А так топовые ребята, с кем я по сей день общаюсь, топовые, топовая организация. Все в общем, мне понравилось. Очень душевно было. Опять же, у меня там столько всего происходило. Я там роль, когда Мити не был, я роль и тренера, и капитана исполнял. Очень много твоих, твоей техники использовал. Знаешь? Какие особенные? Я был мини-зевс, короче, скажем, мини-мини там. Ну, мотивирование постоянное. Там, перед доской стоял, тоже рассказывал пацанам. Тоже был, там, тренер какой-то момент у нас был, Мерфи его зовут. Его никто не знает. Он с Казахстана. Он как Кейн, он просто я с ним хорошо контактировал. Вот. Который, как раз таки, очень сильно повлиял на наш успех, на Аэромэре. Вот. Ну, в целом, только позитивное почему вспоминаю, негативное вообще не вспоминаю. Переход в Гамбит-Янклерс. Ты видел шансы перезапустить карьеру? Можно так назвать? Я увидел шанс. Увидел шанс вернуться, проявить себя. Все равно на тот момент, опять же, будем честны, я провалился. Ну, я пошел в Винстрайк, я исполнял роль капитана. Полгода в Казахстане еще провел, где показывал мне лучший свой перформанс. Гамбит-Янклерс для меня был шанс вернуться и исправить свою ошибку. Ты помнишь тот момент, когда ты переходил, что комьюнити было не очень довольна, потому что у Янгерс тогда было все хорошо. Длинная серия побед, попадание в топ-хлтв. Не боялся ли ты, что ты, как ты ощущался? Разрушишь химию и вообще... Я в соцсети не заходил 3 месяца. 2 месяца, ладно. 2 месяца. Вот вообще я вышел, просто не заходил. Ты знал, что там тебя... Ты знал, что там тебя... Да, расскажи. Ты мне сказал, если будет писать плохое, ты еще будешь хуйку играть? Я реально хуйку начал играть. Комьюнити может давить и задавить человека. Это правда, кибербуллинг, он имеет вместо быть. Да, ну, я восприимчивый, честно. Я типа, воспринял почему-то. Я хуйку играл, я играл так неуверенно. И, ну, там, у нас есть там свой психолог, у нас есть свои люди, которые мне помогли. Команда очень сильно помогла мне. Ребята молодые, верили. Обычно, ну как, когда человек плохо играет, они же так, ну, типа, что-то зря мы его взяли. Нет, пацаны прям до конца в меня верили. И плюс, у нас есть Костя, тренер Фин, которые очень дальновидно мыслят, и они понимали то, что, ну, это буст. Это будет буст рано или поздно. На сегодняшний день все подтвердилось и еще подтверждаться будет, я уверен. Вы сейчас неплохо прогрессируете. Да? Какие у вас сейчас, какие цели у команды? В конце 17-го года ты говорил, что у Гамбит, у тех Гамбит цель у тебя топ-3 мира. Да. Какая сейчас цель у команды? Да. Цели чуть-чуть, куда вы идете? Куда вы идете? Изменились, но, ну, скажем, общая цель, она всегда одна у меня. Это играть на топ-3, на топ-1 уровне, доминировать. Это моя мечта. Сейчас цели просто хотя бы сейчас зайти в топ-15 до конца года. Какое вы сейчас место занимаетесь? 20-е. 20-е место? Да. Ну, это достойно с нынешней конкуренцией. Да, с конкуренцией и то, что состав молодой, все равно очень много изменений были, то, что я пришел... Какая роль твоя команда? Какая роль твоя в команде сегодня? Я являюсь просто игроком. У нас есть игл, это на фане. Тебе нравится твой капитан? Конечно. Да? Да. Какие у вас самые сильные стороны и слабые стороны сегодня у вашей команды? Сильные стороны дисциплины, а слабые стороны импровизации. Которые... Просто нужен опыт. Это время. И все. Только время нужно. Как ты себя чувствуешь как игрок сейчас? Я... Как чувак вообще на позитиве красавчик. Как, братан? Я не знаю. Наверное, многим где-то кажется, что... В какой-то момент я реально в тилте был. У меня депрессия была, да. Но сейчас я настолько счастлив, что... Просто не передай словами. Просто. Я счастлив, брат. Ты прошел вот эту, да? Да. Я прошел такой, который должен был пройти. Я должен был... Я пришел на готовые. Я пришел в команду, где четыре зверя у меня. Где ты, у меня, с лидером сидишь. Конечно, конечно, там будет успех автоматом, блин. А тут я прошел жизненный путь такой, который должен каждый игрок, проигрок пройти. И тебе хочу сказать большое спасибо, Даня. Я тебе это уже говорил и буду говорить. Ты очень сильно дал буст нам всем. Всему, всему миру. Ну тебе искренне... Спасибо. Мне очень приятно тебя это слышать. Что ты считаешь своей главной ошибкой в жизни и что главной победой. Блин. Ну ладно, победа, конечно же, Краков, давай скажем. Ну, блин, все-таки столько шли к ней. А ошибкой главной, ну, наверное, все-таки, что я поторопился с выбором перейти в Hall of Riders. Да, наверное, да. Нет, никого... Опять же, это только за себя говорю, то, что... Я не говорю, что они плохие. Я тоже плохой. Хорошо. Ты тоже плохой bad boy. Bad boy. Не стакнулась, да. Просто не нашел себя. Вот. Все-таки надо было... Я так понимаю, что долго ты просидел там еще в запасе, чего ты не хотел, ты мне говорил об этом. Это было не очень хорошее время. Да. Я рад, что у тебя все получилось, чувак. Блиц! Поехали. Итак, отвечаем быстро, но не обязательно коротко. Можно немножко... Итак, пять лучших игроков, которые ты можешь выделить сегодня в мире. Давай возьмем там пять лет. За пять лет. Ну давай, Зайву, Симпл, Колдзера, Адрен и... Маркелов. Ну, Маркелов это... Давай без Маркелова. Давай убрали Маркелова. Маркелов уже не выступает. Давай пять лет. Что-то отталкивает. О, этот... Getrite, Getrite. Маркелов пересмотрит этот момент. Обязательно. Он будет очень доволен. Почему Колдзер и почему Getrite? Это два моих любимых, самых-самых-самых любимых игроков, которых я смотрел очень много демок. Вообще, я очень много смотрел их. Я, грубо говоря, подражал где-то Getrite в свое время, а потом начал подражать где-то Колдзере в свое время. А вот когда Колдзер мне еще подошел, он сказал, что мои демки сможете учиться на моих демках. Я его полюбил, просто он самый любимый игрок стал. Он тебе сказал это, да? Когда это было? Точно после своего ухода. Кажется, не, не в Миконосе. На каком-то DreamHack, короче. Кажется, Master's, DreamHack Masters. А у меня ничего себе. Это приятно. Это респект. Да, и поэтому у меня тоже, опять же, он на меня повлиял, у меня какие-то там цифры поднялись очень сильно. Понял. Тебя нужно поддерживать и правильно тебе слова подбирать. Да, я все-таки такой человек. Кстати, насчет гитрайта, стиля игры, у тебя что-то похожее было. Тоже вот это вот, наводка, спрей. Да, но видно, что было-то где-то как-то вот. Хорошо, пять сильнейших команд в истории Counter-Strike. Астралис, Na'Vi, SK, Luminosity. Gambit, ладно. И Face. Нормально. Кого ты там был? Где-то... Пять сильнейших, пять сильнейших капитанов в истории. Так, ты, Glade, Brave. Вот опять же, там я говорю, их, но я же не знаю, как они работают. На твой взгляд. Ну да, ну ладно. Fallen. Это, блин, тяжело, сейчас в голову никто не лезет, брат. Топ-3 назвал тебя. Достаточно? Кто еще у нас есть? Karrigan. Девайс, девайс. А, он не Игл же. А, не Игл, это же Капитана. Да, это же Кэрикан, Кэрикан. Все, можно все. То у меня следующий вопрос, просто 5 АВАперов. АВАперов, да. Ну, по-любому, Симпл, по-любому. Маркелов, опять Маркелов хотел сказать. Отлично, Марик будет просто рад, ты счастлив. Так, за последние 5 лет, правильно? Я бы назвал, конечно, за всю историю все хочешь. Но Широ еще молодой, у меня все впереди. Я его еще назову. Я его еще назову. Фалин, Фалин может быть? Конечно, Симпл, Фалин, за его, мол. Кинез? Мне не нравится. Ну, кинез. Не, не, не. Можно убрать. Я надкидываю тебе варианты просто. Моу, мол, мол, точно. Моу, красавчик, мол, сильнейший. Да, мол, тебе привет русский. Любовь, ты как лучше просто. Да, ну все, давай на этом все. Что будет делать хобби через 5 лет? 5 лет. Если не играть, ну, играть, или быть киберспортом. Это 31 год. 31 год, да? Блин, не знаю, но я, конечно, я мажор выиграл 30, или 29, 30. Нифига себе. Это так легко. Это, оказывается, вообще нелегко. Ну, не знаю. Буду семьянином двоих детей. Надеюсь, еще один ребенок у меня будет, но пока не сейчас. Прямо это и справишься. Да, вот. Буду где-то чувствовать себя хорошо, попивая чаек, кофе, и зная, что у меня за спиной очень много побед. Абай, я тебе хочу сказать, я тебе желаю удачи. У нас сейчас будет конкурс, ты подготовил, что мы будем разыгрывать? Нет. 10 утра, бро, час. Ну, надо что-то подготовить. Мы должны, у нас по-любому есть рубрика. Какую-то футболку пусть дадут тебе Гамбит Янград. Гамбит футболку выделят? Старая? Нет, старая футболка, но ее никто не носил. Нет, никто не носил. Нет, она нас устроит. Главное, чтобы вы расписались на ней. давай, давай. Конкурс такой. Какой компьютерный клуб должен открыть Хоббит в Москве? Мы сказали так, почему-то. Как назвать клуб и как его оформить? Автор самого оригинального концепта получит приз. Это круто. Мне нравится. Давайте, чтобы Хоббит мог открыть что-то мощное, большое. И вот вы должны... Самое крутое, что сделает автор, расскажет, как оформить, как назвать, получит, собственно говоря, приз от Хоббита. Это футболка. Ребята, пишите. Мы уже разыграли много разных конкурсов. В какой-то момент мы подведем итоги и всем все отправим. Абай, я хочу сказать, что ты молодец. Я очень рад за тебя, что ты сегодня находишься там, где ты есть, что ты счастлив, что у тебя все хорошо, что у вас команда находится на 20-й строчке. Это действительно неплохо. Вам есть куда расти, но это уже достойный результат. Я желаю вам реально прогрессировать, становиться сильнее. И мне очень приятно, что ты запомнил столько хороших, классных моментов, связанных со мной. Я всегда искренне, ты знаешь, старался дать вам знания и реально, чтобы вы становились круче. Я за тебя буду болеть искренне. И желаю, чтобы у тебя все получилось. Спасибо, братан. Всем привет огромный там. Все, обязательно. Спасибо тебе за интервью. На связи. Обнимаю, целую. Ебаш. Ебашьте. Давайте, удачи. Даня Зев с вами. Спасибо, братан. Давай, на связи. Субтитры сделал DimaTorzok. До свидания. Продолжение следует...